Белые снежинки Робятушки, девчатушки Я вас категорически приветствую на своем канале Жук в муравейнике С вами дядь Саша Великой и Ужасный И есть небольшая, маленькая песенка Мандарины, мандарины, ведь ты не забыла Мандарины, ты же помнишь, как все это было И ты меня уже спросишь, к чему это? Да ничего и к чему, просто мандарины вчера купил в магазине Новый год скоро Ну, может быть он и скоро А сегодня у нас 10 ноября 2023 года И сегодня у нас праздник большой в России И называется День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации Отмечается 10 ноября ежегодно До 2011 года назывался День милиции История этого праздника берет свое начало с 1715 года Именно тогда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка И назвал ее полицией, что переводить с греческого означает управление государством Итак, ребятушки, девчатушки Всех тех, кто имеет отношение к этому празднику Кто работает в доблестных органах внутренних дел Или каким-либо, так сказать, боком касается Или просто сопереживает, сочувствует И поддерживает В общем, всех я поздравляю с этим прекрасным праздником Работайте, братья Враг будет разбит Победа будет за нами Отдельное, конечно, мое поздравление Тем представителям МБД, которые сейчас участвуют в специальной военной операции Желаю вам удачи Так, значит, что еще? А, еще сегодня есть день рождения У кого день рождения? Сейчас я тебе расскажу, у кого сегодня день рождения Значит, смотри 10 ноября 1919 года В Алтайской губернии населенный пункт называется Курья Ударение здесь не стоит Российское государство Это что это они такое написали? Российское государство Че охренели они в своей этой дуропедии? Это Советский Союз Какое российское государство? Российское государство Да Значит, Михаил Тимофеевич Калашников Наш легендарный родился 10 ноября 1919 года А что тогда еще Советский Союз не был провозглашен? Почему тут написано Российское государство? Умер он у нас 23 декабря 2013 года В Ижевске В его родном К тому же моменту прожил 94 года Ну, я думаю, нет особой необходимости Рассказывать тебе Кто есть такой Михаил Тимофеевич Калашников, да? Я думаю, ну, любой Даже не знающий ни одного слова по-русскому Человек Он знает слово Калаш Вот это слово он знает И он знает, что оно Означает Я вам сейчас Немножечко, скажем так Занимательных фактов Связанных С прекраснейшим И легендарнейшим Аутоматом Калашникова Расскажу Ну, такую пошлость Как то, что Аутомат Калашникова Зачем ты так делаешь? А я хочу, чтобы еще у кого-нибудь Загорелось где-нибудь В районе стула Такую пошлость Как то, что Аутомат Калашникова Является Самым массово Производимым На данный момент В мире Образцом Стрелькового оружия Я вам, конечно Рассказывать не буду И что огромное Семейство На базе Концерна Калашникова Было создано Это и автоматы Различных калибров Включая Вражеские Натовские Под 308 Даже есть калибр 7.62 на 51 Патронная формула И ручные пулеметы Калашникова И пулеметы Калашникова И печенеги И всякие бизоны И всякие сайгги Да? Валер, Валер Чего там только нет Но Помимо всего прочего Автомат Калашникова Встречается на гербах Некоторых стран И ты мне уже скажешь Слышь ты Злой русский ворк А че ты радуешься Это же оружие Людей убивает Да Убивают людей К сожалению Но в том числе Убивают и врагов Нашего отечества И доколе эти враги Существуют Нашего отечества Так пускай же Наше оружие Стрелковое Будет лучшим В мире Предлагаю за это выпить Отличный тост Так смотри Автомат Калашников Встречается на гербах Некоторых стран Мозамбик Имеет на своем гербе Автомат Калашникова С примкнутым штык-ножом На гербе Зимбабве На гербе страны Под названием Буркина Нет не так вот Буркинафасо Буркинафасо Вот так вот Буркинафасо С 1984 По 1997 Год был Сейчас очевидно Нету На гербе Восточного Тимора Присутствует Автомат Калашникова Начиная с 2007 Года На флаге Мозамбика Тоже есть Автомат Калашникова И чего уж там Скрывать Ха-ха-ха-ха Я думаю Ты это слово Тоже слышал Весьма Небезызвестная Группировка Хезболла Тоже на своем Флаге Имеет Изображение Автомата Калашникова Вот какой Сегодня Интересный День Сегодня День Наших Доблестных Служителей Закона Наших С вами Охранителей Нашего С вами Покоя То есть Сотрудников Внутренних Дел И день Рождения Михаила Тимофеевича Калашникова Понял Да Есть Двойной Повод Поднять Чарку За здоровье Одних И за Славный Боевой Путь Другого Конечно Есть Всякие Околонаучно Стрелковые Бреды Дескать Михаил Тимофеевич На тот момент Сержант Калашников Заимствовал Конструкцию Своего Легендарного АК 47 Тогда он был Принят Под таким Индексом Из Немецко-фашистского Штурмгевера 44 Но люди Хоть немножечко Разбирающиеся И увлекающиеся Стрелковым Оружием Прекрасно Знают Что это Не более Чем Около Стрелковый Бред Я даже Не буду Вам Никаких Приводить Примеров Это Настолько За уши Притянутое Суждением Что Аксиомой Является Уникальность И простота Конструкции Автомата Имени Михаила Тимофеевича А все Вот эти Бредни Что было Заимствовано Ну знаешь В принципе Унитарные Патроны Там и там Заиспользуются Это уже Как минимум Это уже Как минимум Михаил Тимофеевич Слямзил Ну и всякие Там Возвратные Пружины Ударники Подаватели И прочее Отвод Пороховых Газов Ну это конечно Два В мире Существующих Наброса Стрелковых Оружий Где используется До этого До штурмгевера И не было Никакого Отвода Пороховых Газов Что вы Фашисты первые Придумали Да Ну и так далее И тому подобное Ну ересь На ересе сидит И ересью погоняет Да Безусловно Михаил Тимофеевич Калашников Как участник войны Вертел В своих руках И не только В них Вертел Штурмгевер 44 Его заинтересовала Его конструкция Он конечно Что-то там Для себя отметил Изучаю И сказал Смотри-ка А что если мы Сделаем вот так Ну Не более чем Никакой копии Там и близко Не существует Еще раз повторю Что это Ну вот сказать Что вот кто-то выпустил Новую модель автомобиля Сказать Глянь у него 4 колеса И вот у этой 4 колеса Да спер же Спер же Это было Заимствование Такого порядка Понимаешь Вот примерно Такого Так ладно Михаил Тимофеевичу Наше Огромное Спасибо За его прекрасные Машины Ну и что Что это машина Убийства Я уже повтори Говорил Еще раз повторюсь Значит Нужны нам Такие машины И пусть они Будут лучшими Пока есть У нас враги А враги у нас Будут К сожалению Еще очень И очень Долго Может быть Даже Всегда Значит у нас Всегда Будут лучшие Машины Для убийства Ничего не поделаешь Ребятушки Девчатушки Такова как говорят Французский Передаст И селя Ви Ладно Третья серия Приключения Нашего Редуилыча Пора как говорится В нее Окунуться Так Самый Правильный Сталкер Тут недавно Свинья Зашла И ушла Ладно Не будем о свиньях Че об этих свиньях Говорить Как говорилось В фильме Место встречи Изменить нельзя Свинья Да какая ж ты Свинья Или не какая ж Ну что-то про свиньбу Помните Аня там На Шарапова гнала Что дескать он свинья Когда он сказал Не стало Говоришь Аня колоться Может конечно бы Не стало Да Ватсон Ну-ка заводи Драндулет Ну-ка поехали В третью серию Автоматов Калашникова Я вам Ватсон Не обещаю Но тошку И что с вами Найти сможем Так В ангаре Я значит Да Ну еще разумеется Ух ты Ему как надо сильно поесть Мой плавенный привет Зло Серго Сереге Позывной Бур Антохе Позывной Лютой Это два бойца Которые у нас На специальной военной операции Были ранены Сейчас находятся На излечении В Воронеже Вот Даст бог Свидимся Как только Зло Серго Будет поставлен На ноги Я к нему Намереваясь Приехать в гости Вот А относительно Вчера Что там Одно чучело Под названием Антиквар Ты уж извиня Антиквар Что я тебя Называю чучелом Ну ты сам Себя вел Вчера Как чучело Я не знаю С какой целью Я вам так скажу Ребятки Девчатки Если у вас Какие-то в жизни Проблемы Они конечно У нас бывают К сожалению Иногда Посерьезней Понесерьезней Разные бывают Ну вот Если у вас Жизнь Ну вы не ищите Так сказать Виноватых В них Во мне Я в них Точно не виноватый Да Вот так я вам скажу Начинайте всегда С себя Если что-то не так Ты начинай с себя Что ты ко мне-то приходишь И предъявы мне клеишь Что дескать Снимаю я Последнее время серии Как-то Ну короче Чувствуете А Во-во Да точно Человек Представляет себя Этаким Станиславским И Немировичем Данченко В одном флаконе Сидит такой Он смотрит Мое значит Видео И говорит Ха-ха Не верю Не верю Дескать Недостаточно сильно Выкладываюсь я Во время И записи Этого видео На Отлюбись Вот так вот Ну это Блин Это Это так же Как про Михаила Тимофеевича И Штурмгеймер 44 Это вот примерно Ну Михаил Тимофеевич Конечно посерьезней Фигура будет Ну и предъява Из того же разряда Нелепая Какая Какая-то Какая-то Нелепая Просто предъява Я не знаю Мне даже сказать Нечего Я не то что Как-то там Как-то расстроен Разозлен Я просто Удивлен Вы мне писали Что я вроде Не все еще Шкафчики Открыл Буду проверить Вот это Меня прям Как-то Знаете Застало Врасплох Заявление Что дескать Я Записываю Серии Как-то Бил с должного Старания Что ли Я не знаю Как говорил Жеглов Как говорил Жеглов Чего же Вам еще Надо Когда ему Сказал Сосед О Увеличилка Стекольная Сосед Шарапова По коммунальной Квартире В храбрости Ума мало Или в храбрости Толка мало Жеглов На этом ответил Чего же Вам еще Надо Чего же Вам еще То надо Я не пойму Я же Даже Иногда Ну сейчас Я допустим Занят Я ремонтом Мебели Занимаюсь Своей личной Детям ремонтирую Поэтому я И так вам тут Пишу А потом бегу На работу Но это я не Не оправдываюсь Нет Это как говорится Мой выбор Я его сделал И тут Вопрос не в этом Ну вот Ну поглядите Предыдущие серии Там этих Что там Бинт что ли Азов Выживания Я же там Даже иногда Мамкиным монтажером Становлюсь Даже какие-то Вставочки делаю Думаю Ну чё ж Я все время Одно и то же Хоть немножко Их развлеку Какой-нибудь Вставкой Моих зрителей Любимых Хоть какую-нибудь Шуточку Дополнительную Вставлю Это я не к тому Что я там Такой молодец Ну что Ой Канистры пропустил Что я Даже иногда И этим занимаюсь А вы Говорите Что у меня нет Достаточно Старания Ну Понимаете В чём дело Меня можно было Там обвинить Что вот я Снимаю серии На отлюбись Если бы мне Допустим За каждую серию О Типа Сплотили Вот Фиксированный такс У меня была Вот снял я серию И мне прям Хаба И тот же На карту Прям Тин-дин Тин-дин Получите Распишитесь Ну Такой же прямой Зависимости Нет Понимаешь Вот в чём Ещё особенность Это я опять же Я не жалуюсь Ой Это ещё одна канистра Это просто как бы Ну Мне нет смысла В большом количестве Штамповать серии На отлюбись Потому что Ну я ж кроме Морального удовлетворения И ваших Спасибо Ничего от этого Не получаю То есть Считаю Что я такой Спасибный наркоман Что вот Мне в обязательном порядке Надо чтобы Надавали спасибо Ну Может быть Конечно Но всё равно Как это всё Это сомнительно И подозрительно Я не знаю Ещё раз Ещё раз Заявляю В общем Если у вас Что-то не так Друзья мои Ну вы как-то Не знаю Там Ну Я конечно Можете меня спросить Совета Я не психиатр Не психотерапевт Ну если что-то Буду иметь Сказать Я скажу Ну Не надо Ко мне приходить С такими претензиями Я недостаточно Сильно Пляшу И дрыхаюсь И вы 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 говорите Не верю Не верю Паразит Я тебе не верю Мне жрать нечего Вот это я вижу Вот это я верю Да я вижу Что жрать нечего Ну давай попробуем И здесь развести Костерок Костерович Данченко Так Ты сейчас доиграешься Что у тебя вообще Всё закончится Вообще надо сходить До Зорькиной хижины Да Надо очень До Зорькиной хижины Сходить Так Хижина Хижина А есть у меня У меня по-моему Книга есть Не Книгу ты уже давно Израсходовал Жаль Жаль Ну что ж Да там и дров По-моему Тебя немного Да По-моему Немного По-моему Ты сейчас опять У тебя ж бонус сытости Тогда Ну давай сырой Нажрёмся Ну сырой Опа Это не работал Слушай пошли сырой Нажрёмся Короче Всё надоело Надоело мне всё Это нахрен А вода у меня есть Литр Ну короче сырой Нажрусь Надоело мне всё Всё мне надоело Только ты главное Не нажри сырой Сырой этой Как его зовут Волчатиной Я постараюсь Вот и молодец Вот и молоток А лечиться есть Ну давай сейчас убедимся Убедимся давай Что есть чем лечиться Есть у вас Есть чем лечиться Так всё Всё Жри Жрите Шура Омк Ой ой Рэд Уилыч Спокойно Ты краснофлотец У нас должен Должен Стерпеть О А этот Сожрал нормально Ты как Краснофлотец Должен Всё это нормально Стерпеть Ещё одну Давай съедим Ой Я перный театр Такая смерть Почему сразу смерть Я не пойму Рэд Уилыч Да ты чё Акстись Какая смерть Никакой смерть Всё зашибись Сейчас мы с тобой Таблеточку Хряпнем Хряпну И посплю я чуть-чуть Ну вот И попрёмся ночью Куда-нибудь там Так Пищевое травление О 10 часов Сна А водички Долбанём И 10 часов Поспим И всё будет Зашибись Может быть Так У меня там Кстати рубашка Появилась Она шерстяная И она Чуть-чуть Потеплее Она как Тонкий шерстяной Свитер Но её На сталкере Она бывает На незваном Не бывает Можно У неё Пренарядиться Будет Так Вон Пищевое травление Прошло Риск бессонницы Прошёл Всё прошло Это значит Вот вместо вот этого Да Вместо вот этого Мы её напялим Но её только Надо починить А то видишь Она 54% Починить её Конечно Сейчас не получится Да это я понимаю Что не получится Энто мы Понимаем Так Ой Я где-то Древку Отхватил Так Увеличилка У меня вторая Я ещё первый Ты ещё толком Увеличить не смог А мне уже Вторую выдали А мне уже Выдали вторую Хватит Одевать Давай сюда Давай глянем Что там происходит На улице Давайте глянем Снежок Интересно А вот здесь чинить Можно Или мне скажут Что темно Ну да Поглядим Да Можно говорят Нет Уже нельзя говорят Понятно Быстро Они в заднюю Включили Ну Три Два Один Ноль Ноль Красный Минус один Минус два Минус три Минус Понятно Минус понятно Так Зорькины хижины Когда я к тебе приду Так Пошли короче Поспим И бегом Зорькину хижину Бегом К Зорьке в хижину Я всё Тебе К Зорьке Да в хижину А Так Значит Попытка Попытка Починить Рубаху Опляля Даже с первого Раз хрен Починилась Понял Да Так Объем ремонта Какой был написан Откуда я знаю Какой там Объем ремонта Объем Какого-то Объем Какой-то Объем Ааа Вода А вот она Вода Ой у меня есть Вода Ура У меня есть Слушай У меня ещё Есть газета А газету Надо взять Такая Что такое Валяется Морской Фальш Фальш Хренер Фальш Тренер Так Морской Фальш Тренер Книга Морской А чё он такой Чёрный Что ты Такой Чёрный Морской Фальш Тренер Почему Такой Чёрный Тренер А Интересно Какая там погода 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 Какая там погода А хотите я вам ещё раз Песню про мандарины Спою Рекомендую всем Скоро Новый год Вот Напевайте эту песню Манда Мандарины Мандарины Ведь ты не забыла Мандарины Кстати Ими закусывать неплохо Ты крепкая Ты же Помнишь Как всё Это было Рубрика Папа Если пьёшь То закусывай Папа Не пей Или хотя бы Закусывай Так Ну что Там погода Хреновая Да В такую погоду Никуда не сходишь Никуда не сходишь А ты говоришь Я Значит Без самодачи Видео записываю Да я даже Песню Придумываю Ну не то чтобы Придумываю Понятно А температура Ага Подождать Подождать Не ну я ещё раз Не хочу есть Сырое Сырое есть Не хочу Сырое суровое Слушай А у меня удочки есть Удочки Зачем тут Там наверняка В рыбацком бараке Будут удочки Думаешь Вы думаете Сэр Да мы думаем Ладно пошли Погода конечно Холодная Погода холодная А волки голодные Погоды Холодные А да волки Голодные Так Терминал Ле терминал Слушай А куда девались Все Ле понимаешь Ле Тимофеевки Рогозинские Куда они все Подевались Я не понимаю I don't know Где все Тимофеевки Ветер Свисчит Ой штаны Ой а где Моя штаны Так А я штаны Свои где то Оставил Да Вчера Суша А не не Это погоди Извиняюсь Отмена Это я с другой Это я попутал Как я у меня штаны Мокли Нет нет Здесь я никакие штаны Не оставил Это там Это Это уже Спутал 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 Штаны Где то оставил Нет Штаны Штаны нельзя Нигде оставлять Штаны Надо с собой Это не те штаны Другие Все Перепутал Это я со спичками На стол Попутал Слушай Тут вообще Тимофеевки нет Потому что ее меньше На сталкере Чем на неназваном госте Да ни хрена Если меньше Ее тут вообще Нету Меньше Ты глянь А Так Это что там у нас Какого-то инспектора Или не инспектора Развален именно Какого-то Именно Именно Какого-то Инспектора Ой А волки воют Ты слышишь Ау Ау Дядь Саша Не не так Редуилыч Ты где Вы зря Зовете Редуилыч Вы забыли Как он с этого Как там Вы звали Эдгар С кого он там Шкуру С кожуру снял С Эдгара По-моему Он же с Эдгара Снял кожуру Вчера В прошлой серии Так Залезаем 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 Воспоминаю Ах Воспоминания Инспектора Слышь Инспектор А что ты тут Ни хрена Не на воспоминал Глянь Вообще Ничего Топор Как Ни нас Топор Маленький Топор Дрова Им Колоть Дрова Рубить Мясо Дрова Мясо Рубить Топор Дрова Мясо Рубить Я понял Москва Шве Так Нету На него Охот Тык Тык Топор Он Бег 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 Можно Убить С трех Четырех Не Можно С одной Убить Но Это Как Пойдет Да Ладно Хорошо Хорошо Лось Ты пока Там Постой Я сейчас До вертолета Дойду Погляжу Что там Вертолетик Кто там Кто там Как себя Ведет А потом Уже Решим Что с тобой Делать То что-то тут есть Это конечно Кагашо О смотри А здесь Закутки Аж Тепло Было И прошло Как Тут вот Кто-то сидел Когда-то Ага И я теперь Здесь сижу Да Да И здесь Сколько температуры Ноль Краска Но если здесь Положить Спальник То будет Тепло Видишь Можно поспать Часик Чуть-чуть В самую Малость Отогреться Прям все Так стихло Прям так Тихо-тихо Стало О Солнце Появилось Так А лось И лось Стоит Но мне Лось Че мне лось Лось Хочешь Песню спою Мандарины Мандарины Тебе Подарил Я Да нет У меня Мандаринов Съели Все Съели Мандарины Павел Артемьевич Павел Саныч И Лев Саныч Хм-хм-хм-хм Хм-хм-хм Так Колесо Последний Заход Пилот 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 Замороженный Пилот Так Опана Ракетница И Некоторое Количество Патронов Так Что тут у нас Вертолет Тепло тут Плюс Четыре Ммм Плюс четыре Так Теперь тут Надо пошариться 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 Дайте Факельные Ракеты Глянь Пусто У них тут Ничего Нету Я Шкваля Раздолбанный Так Джинсы Черпятки Обезболивающие Все что ли Ничего тут Не пропустил Больше А вот еще Шкафчики Шляпа Черпятки Книга Ага Так Ну вроде Как бы Как бы Все что ли Здесь По обыску Так Джинсы Гриш Старые Ты мне дал Да Ну они конечно Дрещовенькие Дрещовенькие Ты мой Возьми меня С собой Ну давай Мы их попробуем Пощинить Ну попробуй Попробуй Пощини Так Объем Ремонта 30% Шансы На успех 70% Шансы Конечно Хреновенькие Что у нас там По еде Только Тимофеевка Еще есть Аллея Лось Что пойдешь Лося Ну естественно Пойду Лося Стрелять С позволения Вашего Величества Никакого Лося Я не стрелял А я вот Как раз Пойду Стрелять С позволения Вашего Величества Лося Сейчас мы Его подманим К себе Поближе Вот к этой Пещере Нычки К нычке В пещере Лось Комоны Давай Ну давай уже Не не Ты только не убегай Ты только не убегай Давай Иди ко мне Ну давай Давай Ну вот видишь Не убил И даже От него Отскочил Интересно Она ему Хоть какой-то Урон нанесла Да не Это поближе Его подманить Это все Бестолк Это все Бестолк Лося Глянись Ты за мной Я за тобой Я за тобой Ты за мной Ты за мной Я за тобой Бегать не могу Бегать не могу Ой лось Ой лосёга Лосёга Ты не стой У порога Так Смотри Можно зажечь А нет Нельзя Зажечь Извиняюсь Нельзя Зажечь Я у него Так попаду Не знаю Не попал Блин Короче лось Вот только я на тебя Патроны трачу Что не угодно Сожрал Ну закуси пока Закуси пока Рэдуилыч Пока мы тут С лосём бьёмся Безрезультатно К сожалению К сожалению Безрезультатно Его хоть это Хоть Хоть один урончик Мог бы нанести С такого расстояния У него хрен попаду Попал Так И он от меня Развернулся Ты видишь Да Но у него Кровотечения Мы знаем Нету Ему Пофигу Но будем Будем мучить Его дальше Что делать Я же не могу Его отпустить Не Не могу Сейчас на него Все патроны От сигналки Потратим Сколько я у него Пальнул Два раза Пальнул Пока Бестолку Радуилыч Замерзает Лось Уилыч Вот он Не замерзает Ну То что я Укакош Это конечно Мало Вероятно Можно Подползти Сейчас попробовать Ему пальнуть Сбоку В этот В подбородок Но он Видишь себя ведет Как будто Немножко Контуженный Бошку Опускает Свою Голю Голю Вою Машить Ему Типа Поплохело Сейчас мы Узнаем С какого Расстояния Он меня Может Увидеть Когда я Нахожусь Когда Радуилыч На карачках Ползет К нему Пока Не видит Попал В голову Точно Точнехонько В голову Ему Попал Осветительный Прибор Видел Ося Но Подыхать Он пока Не собирается Вообще Ни разу Так Сейчас Попробуем Еще раз Так В него Зарядить Ну вот Сколько Он ему Урона Наносит Вот Ты знаешь Вот И я Не знаю Вот И брат Говорит Что Не знает Сколько Урона Дай-ка Я его Прифотографирую Ну Урон Он ему По-любому Какой-то Наносит И Может Без урона Для него Проходить Я понимаю Кровотечения У него Нету Он чувак Серьезный Без кровотечения Проживает На белом цвете Вторая Звезда Двухзвездный Лось У нас Ты понимаешь Да Угу Но пока Он дохнуть Не собирается Вообще Ни разу Вообще Ни разу Не собирается Ой Так Ну ладно Давай Попробуем Ни хрена Она даже У него А не попала По-моему Третья попала Да Да Вроде Третья В него Уже попала Слушай Он так Светится Что просто Можно охренеть Три ракеты В нем Сидит Уф Тебя Уж Не видно За этими Ракетами Твою дивизию Заряженный Заряженный Четыре Ракеты В нем Сидит Ёперный Театр Лось Ты охренел Нет Ну если Ты И сейчас Не сдохнешь То я Вообще В шоке У меня Больше Ракет Нету Лось Давай Беги Ко мне Ему Похрен Ты прикинь Ему Просто Похрен Не Камень Не надо Хлопушка Таааак Ну походу Сейчас Нас будут Бодать И главное Глянь Это пять Ракет В нем Что ли Светится Охренеть Вообще Я в шоке В лосе Пять Ракет Ха 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 Он Меня Бодать Не Будет Нет Не Будет Он В другую Сторону Побежал Ха Ха У меня Патроны Сейчас Кончатся Слушай Я в него Пять Ракет Всадил Сколько Патронов В него Попало Что Мне С ним Делать Ну тут Шулик Придется Идти Ва-банк Либо Он тебя Забодает Либо Ты его Пристрелишь Потому что Ты на него Так много Всего Потратил Что Как сам Понимаешь Уже Как бы Жалко Ну да Да Ни хрена Себе Сказал Я Себе Ну Наконец Та Ёперный Театр Да 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 Ёж Ты Шлася Краснознаменный Флот Не Подкачал Да Вот Это Жопа Так Ну Как Думаешь Тут огонь Можно развести Да Какой На Хрен Огонь Пошли В нычку Там Попробуем Или В вертолет Ну Нычка Ближе Далось Задал Ты мне Задачку Задал Это Капец Вообще Сколько Патронов Я на тебя Потратил Все Семь Сигналок Из них Две Было Мимо По моему Да А пять Влося Все пять Влося Остались Те Тоже Вроде Урон Должны Были Наносить Лось Попался Паукой Противный Какой же Противный Так Интересно В этой нычке Костер Смогу Развести Понятия Не имею Температура Тут Минус Одиннадцать Дров У меня Девять В общем И целом Ветер Не дает Зажечь Да как Не дает Зажечь Да за что В КПЗ Это Это Должен Должен Зажечь Ну Сейчас Попытаюсь Сюда Принести Хотя Бо Пару Кусков Лося Откушать Не знаю Что Получится Ага Понятно Не удалось Зажечь Понятно Камон Да чё Камон Камон Чё Камон 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 Надеюсь Здесь Ну Мне кажется Здесь Костер Задуть Может Может Всё-таки Нужно Было Идти Вертолёт Но Теперь Уже Поздняк Теперь Уже Поздняк Без Огня Тут Никуда Говорливый Какой А у нас Попался Чувачок Всё Чё Кудахчет И Кудахчет Без Огня Тут Никуда Моя Твоя Не Понимать Ну Чё Кашу Можно Приготовить Овсяную Давай Приготовим Овсяную Кашку 16 Минут Так Так Шурик Нам бы Дров Да Нам бы Дров Ой А зачем Я с двумя Ножовками Хожу Ну Хороший Вопрос Я тебя Понял Вопрос Хороший И скорее Всего Риторический Да Сань Сань Там Риторический Ещё Кашу Можно Приготовить Можно Давай Ещё Приготовим Так До готовности 15 Минут Блин Мне каких-нибудь Дров Хочу Чуть Ох Я тут Чую Сейчас Я тут Встряну Да Встрянешь Это уже Встрял Чё тут Чует Ой А там Ему Спать Надо Ёперный Театр Пока Я этого Лося Тау Контрапап Поплевал Понимаешь Без Самоотдачи Обратили внимание Насколько Без Самоотдачное Было Контрапап Поплевание У меня Мой Реду Илыч Целиком И полностью Устал По самой Не балуйся Но у меня Конечно Ни кофе Ни хрена Да какой Кофе Ты чё Да я понял Я понял Так Горит час Вообще С лося Мне в первую Очередь Нужно Что Ну В первую Очередь Мне с него Конечно Кожура Нужно Так Отставить Бегать Слушай Ну его По-любому Надо разделать Блин А где же Я тут Спать буду А Потому что Ну Что ж Такое Количество Мяса Ты сейчас Выкинешь Дров 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 Надо было С собой Больше Брать Аэродром Всё-таки Локация Тяжёлая И на сталкере Здесь тоже Нелегко А где Вообще Лось Я не пойму Я его Чуть Не вижу Вон там Кто-то Скачет Вроде Кто-то Скачет Да А кто Это Скачет Олень Что-ли Я не пойму Кто там Скачет А где Лось Вообще А Это Роги Его Торчат Это Никто Не скачет Мне показалось Издалека Что скачет Он Лежит Извиняюсь Я уж Думал Там Кто-то Скачет Не прыгает Не скачет Он А громко Громко Плачет Он Лось Я уж Думал Ты Зазомбел Совсем Блин Усталость Вообще Смертельная Что делать Я не понимаю Лось Я не понимаю Что делать Как на сталкере Непривычно Играть Так быстро Устают Вообще Так 27 14 Но он Еще не Замерз Поэтому Вот так Ну короче Хошь не хошь Кожуру Нахрен С него Бери Да Ну я не знаю Как дальше жить Ну костер я вижу Пошли туда К костру Хоть чуть-чуть Согреемся Может вертолет Пойти попробовать Поспать Там тепло Вроде было Ну быть то Было Конечно Где то Мне надо Откимарить Так холодно Что даже больно Да вот же Блин Понимаешь Гонялся я За этим лосем Точнее Ты за этим лосем Дурачина Погнался Потратил все патроны Понимаешь Лася добыл Конечно Молодец Но ешки Кочерешки Опять мясо Все куда-то Нам придется Про мясо Опять придется Забыть Кажется я хочу Пить Кажется Кажется там риск Переохлаждения А нет Еще пока риск Переохлаждения Ну Ну шкурку пока бросим На улице Сейчас опять метель начнется Конетель Мясо я хрен приготовлю Риск перехлаждения Все дела Холодно Мозги замерзли Ну понятно 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 Опять горемыкать Начнем Опять горемыкать Начнем Без самоотдачи Горемыканьем Опять буду заниматься А сколько у меня патронов Осталось Там по-моему Два штуки всего осталось А что б ты делал Если патроны кончились А лося не убил Ну все значит Не повезло Мне не повезло Значит лосю повезло Значит тебе не повезло Лосю повезло Да Именно так Вот как мы будем готовить А я понятия не имею Как вы будете готовить Как хотите Так и готовьте Ну как хотите Так и готовьте Это ж не катит Ну Ножовку А что ты положил мясо сюда Ножовку жгите Ножовку жгите Не горит она Очень смешно Ножовку жгите Сейчас какой-нибудь еще К этот Прибежит Дурацкий волк Меня грызть Качь прибежит Ты что думаешь Пока мне дрова нужны Пока мне нужны Всего лишь дрова Так Риск переохлаждения Сейчас глянем Что вообще в вертолете Показывает А то тогда можно Подзабить пока на мясо Посидим в вертолете Ну вряд ли там Показывает тепло С какого там будет Тепло тебе показывать Я тоже так думаю Что с какого Ну минус один вообще Показывает Ну минус один Это тогда спать Это тогда спать На хрен Это мясо Только не забудь Потом сходить До него Забрать свой Котелок Потому что Ну его на хрен На хрен Брошь все Хозяйство Только надо Поглядеть На сколько намок Наш рэдуэллах Так Рэдуэллах Что-то мне прям здесь тяжко. Минус четыре. Но я еще час могу поспать. И, скорее всего, пока я буду этот час спать, он у меня замерзнет уже. Потому что под утро... Вот было бы одежда чуть теплее, да? Все, минус шесть. Была бы одежда чуть теплее. Куда пойдем? Я даже не знаю, куда мы пойдем. А куда мы вообще можем пойти? В таком состоянии. Чем хорошо бы в ангар вернуться? В ангар, да. Хорошо бы вернуться в ангар. Там отлежаться? В ангаре. А вот. Что тут у нас? Попахивающее мясо лося. Не, мясо давай, наверное, пока не брать. Попахивающее лося. Попахивающее цугундером. Ангар где-то там. Прийти сюда потом с дровами отжарить лося. Но это погода должна быть хорошая. Да, погода хорошая. Погода прекрасная. Ну, с дровами-то прийти не проблема. Проблема на данный момент дойти до ангара. Да, проблема такая серьезная. Весьма. Что, опять придется жрать хрень всякую? В плане сырого. Нет, ну вот Тимофеевку можно подобрать. Зато лося укокошил. Зато сумочку себе сошью через какое-то время. Так, вот, смотри, руины. Я до руин дошел. Воспоминания инспектора. Воспоминания о былой любви инспектором. Да? Дремля да за горой. Разрушенный домик мой. Душу мучает порой окружающий холод. Да вообще капец как мучает. Это не душу, а тело. Да и душу тоже. Воспоминания о былом инспекторе. Я твоих фантазий. Нихрена я не вижу, куда идти. Так одни фантазии. Призрачный герой. Не, не та. Не та песня, а какая та. Мандарины. Ты же помнишь, как все это было. Мандарины для тебя приобрел в магазине. О, а это другое дело. Как говорил про Макашкан. Вот, совсем другое дело. О, башню вижу. Вижу башню. Вижу башню из прекрасного далека. Только вот, как бы до неба мне дойти. Вижу башню и стремлюсь я к ней очень сильно. По дороге, на которой нет пути. Рубрика Папа, не пой. Пой, ты только смотри. Пой, как бы без самоотдачи. Понял, да? Чтобы смотрящий человек кричал, не верю. А как, кстати, как, кстати, звали Станиславовского и Немировича Данченкова? Какие у них там были имена отчества? Я Редуил еще загонял вообще нахрен. Он тут... Так, башня. Башня, башня, башня противобаллистической защиты, да? Вот она, башня противобаллистической защиты. Сейчас я к ней подойду. Я подошел, я предложил, шкур положил. Класю, класю, надо потом класю. Класю, класю. На-на-на-на. С дровами, с дровами, с дровами. Класю. Но это опять при условии, что погода будет хорошая. А если погода будет дрянь, то и никакие дарова не помогут. Да это понятно. Не, можно разжечь вот там в пещере. Ну, или в этом, или не в пещере. Так, ну, в общем, все, короче. Пришел. Что там с одеждой? Кстати, а что это она не намокала дальше? Такое ощущение, что она приостановила свое это... Процесс намокательства. Ну да, такое ощущение, что приостановила. Так оно и есть. Ну ладно. Так, 10 часов могу спать. 11 могу. Могу. Давай спать 11. Нам здоровье нужно максимальное. Здоровье, но тебе понадобится хорошее, как говорил Горбатый. Нет, он говорил, мне понадобится. А нам понадобится. У нас он опять бонус сытости появился. Поэтому давай мы его всеми силами придержим. Волки воют, слышишь? Слышу. А в поселке воют волки. Так, покуда я пришел. Дверь даже... Ух ты, блин. Даже не закрылась, пока я спал. Давай-ка ножовку выкинем вторую. Так, это кролики. Сэк, кролики. Так. Так, так-дам, 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 так-дам вот чё здесь печки нет вот чем этом ангаре сраном нету печки а я вас прошу уважаемый товарищ зритель почему там сраном странно с рядом ангаре пачура нету а есть у нас это горючка дай-ка мне горючку горючка горючка так слышь ты горючка пэмс гильз у меня но их там мало по грамм они по граммам весят мало так пускай а полинарий блин он тяжелый как жопа кобры до барсучара он же как жопа кобры тяжелый в очи эффективнее всего рубить планки 30 минут 6 планок всего лишь 100 калорий всего лишь соточка калорий и вот этом 30 калорий но тут правда две то я по одной доске здесь колю как бы не стала греш колодца не но этого пока хватит тут теперь как бы дойти бы до лося бы как бы до лося бы дойти бы одежда высохла высохла я прошу хоть ненадолго надолго слишком дорого для меня так ладно хорошо хорошо пошли пошли так я там точно оставил на просушку точно ну что по погоде по погоде сейчас мне даже тепло смотри летает значится у нас тут какой-то снежок легкий порхает снежок порхатый вот снежок порхатый как же ли все таки лучше поступить мне около лося разжечь о снежок порхатый перестал порхать да я вижу что он порхатый перестал порхать но он сейчас может начать порхать да может конечно на 5 начать порхать моют моют тут вообще тема такая непостоянная на непостоянная на тема нам так ну делать нечего к восью в любом случае придется возвращаться а вон воспоминания былом кто он там у нас таможенник воспоминание балом таможенники смысле воспоминание былом таможенник это ваше благородие не там что-то другое об инспекторе а в инспекторе и о твоих фантазий инспекторские герой но мои наручники и они всегда же со мной а ну ну фантазии инспектор наручники откуда я знаю как его фантазии еще это за инспектор вообще может быть это инспектор уголовного розыска да у него сегодня праздник и у него есть небольшие такие фантазии так почти законные ну то есть когда по обоюдному согласию и он инспектор а она инспекториха вот если по обоюдному согласию свободное от работы время то в принципе все законно даже с использованием наручников да но главное чтобы наручники в этот момент не требовались кому-то на работе вот чтобы понимаешь используя наручников в нерабочее время не повредила другим инспектором и инспекторихам которым они нужны сугубо для работы они для твоих фантазии призрачных и герой да вот такие вот перспективы а снег то опять начал да да снег опять начал порхать порхаты ах ты снег порхаты еще побежим куда отсюда прочь побежим отсюда прочь надо лосику помочь да лосику уже хрен поможешь где тут лосик тут работа этим рогом нет щита рогом рома где кстати эти руки они за дорогой были точно я помню дорогу пересекал я пересекал дорогу чтоб найти вот эту рогу я пересекал дорогу а-а-а-а шерлок холмс вон он лежит вижу-вижу-вижу-вижу-вижу-рэдуилыч я и так тебя видишь уже бегом марш не делаю потому что ты хоть и краснофлотец у нас бывший хотя бывших краснофлотцев не бывает вот значит ты просто хоть и краснофлотец так быстро запахиваешься где же ты у нас служил что так быстро устаешь не понимаем а может быть ты на краснофлотской службы подорвал как-то свое здоровье слегонца и поэтому тебя такая дышка начинается ну может быть может быть вполне может быть вполне может быть стойко и мужественно перенося все тяготы и тройте из сложности краснофлотской службы радуилыч слегонца слегонца так это подорвал свое здоровье немножечко так слегонца легонько и подрыв здоровье произошел и какая-то у нас лось тут валяется до упал и давай валяться так лось я к тебе мы к вам профессор и вот по какому поводу мы еще около вас будем разжигать костер это конечно может быть зря но с другой стороны другой стороны мне выдали раз два три ракеты кофелек кофелек какой кофелек то есть все таки три в нем застряло да не 5 айнен свой нэн драй нэн ты смотри проститутки канадские пофиг сринят стопроцентные вернулись карл а не пустые я думаю че они наверное в первый раз были или их не заметил ну неважно главное сейчас заметь не по первый раз их не было видно три ракеты вернулась было семь стало три ну что ж тоже ничего конечно зажигаем а такими спичками 80 а 80 не 80 нам не подходит нам надо сто процентов а такими спичками успеть не сто процентов бабушка правда что вы в конюшне живете так еще немножко так началось началось а замороженный собака замороженный собака собака лаяла на дядю замороженного фраера я сейчас еще лось немножко от ковыряю потому что мне надо чтобы у меня бон аппетит не просрался ты понимаешь да это не в смысле что я там собираюсь что-то кулинарию прокачивать не я не буду прокачивать я просто сейчас бон аппетит вы выведу на уровень приемлемый назовем его приемлемый как бы тут сейчас бон метель не вышла на приемлемый уровень но это может быть но от этого мы не застрахованы слушай могу поделать мой от конечно такой быть так бон метели бон аппетит 21 минут у нас короче лось ты представляешь 21 минута ну в принципе принципе пока еще конечно не бон аппетит но чуть-чуть получше уже так все равно еще смотри жру 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 а толку никакого с таким звуком интересным есть уж одежда намокает так а чё ты хотел да я понимаю да я понимаю так смотри у нас сейчас 18 но он помотаю да нет он еще замороженный тогда давай мы его не не шибко много отрубать чтобы он оттаял и чтобы его ножичком уже побыстрее чикры жил так он вроде как оттаял да ну не совсем смотри топором 27 а ножичком 14 ай не надо не надо гасить не надо гасить не гасите мужики не гасите ёперный театр до готовности 41 минута я опять не успел ватсон опять не успел да что же это такое а когда же это кончится да будь проклят тот день когда я сел за баранку этого лыси лоси лосисоса какого лосисоса откуда я знаю погоди шурик может быть все таки получится ну пожалуйста ну дайте мне хотя бы чуть-чуть чтобы хоть я это мясо доготовил то ну что вам жалко что ли на хотя чать яперный театр слишком ветрено да ну тогда ва-банк оба хоп хэйл лолей а это писец до полный писец это полный писец полненький писец среди жаркого после жаркого лета ты может быть один так почувствовал это я будем костю разводить вертолете ты найди вот вертолет слышь дядя заслушай дядя на тебя я глядя на вот это вот эти говорю так 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 это мы к вертолёту подходим да вроде да вроде вот тут вертолёт вообще плохо все я уже замерз ну чё ты хочешь что хочу я хочу найти вертолёт для начала пока мне больше ничего не надо последний заход вот он последний вертолет после жаркого лета и развести в нем костер и пожарить в нем мясу да да зашибись рубаха в клетку александр леонидович да я вижу что зашибись температура здесь какая минус 16 как-то разжигать собрался ну спички будем тратить 40 процентов шанс до 40 процентов карл то есть на барабане одни секторы не приз я вижу что не удалось разжечь огонь я вижу я вижу и факел у тебя нету и палочки поблизости хрен найдешь а жги пофигу а пофигу жги не у меня красный факел есть можно его зажечь да не загорится сейчас до 40 процентов да ну нахрен не загорится дальше продолжаем мил мы настойчивым и краснофлотцы народ настойчивый спичек у нас еще есть будем жечь пока не не кончится полностью как кончится полностью перейдем на факел красный с него загорится я вот только опасаюсь как мне там какой-нибудь обморожение не отхватить союзем да ну нормально а потом можно начать жечь простые спички картонные ну 40 процентным шансом конечно разжечь трудно я с тобой согласен сколько там спичек осталось 5 еще 55 попыток а труда кончится да не трудно меня вроде еще много чё за не то загорится ты смотри загорелась а сколько спичек потратил до хрена потратить или кашки овсяный а давай кашки что ли овсяные я не знаю слушай ему кстати не тепло да я вижу я вижу что ему не тепло а теперь наконец-то тепло фугас мне в глаз а там наверно одежда то не оттаивает да а не знаю она мне кажется не будет оттаивать она мне кажется оттаивать не будет ни хрена то есть мы через какое-то время начнем охреневать так ладно чё там по одежде 93 замерзает сильнее да да замерзает сильнее к сожалению замерзает сильнее вот тут еще и холодно стало вообще в конец ну все шурик кранты ладно погоди давай мы раньше времени не будем ужасаться да не будем ужасаться раньше времени а а мне кажется уже пора ужасаться начинать погоди не будем ужасаться раньше времени ой там попить надо было надо было попить шульки сейчас попьем так ну зато отогрелся видишь ну вижу отогрелся а с одеждой хочешь поглядеть что ой мне страшно глядеть что с одеждой там жопа полная с одеждой сто процентов ой я их снял а они все равно не греют ни хрена но в принципе да минус 2 они же ни хрена не греют они замерзли вот это мне тут приключение а это я тут охреневаю да то у меня все замерзает напрочь то у меня с 15 раз только разгорается ну спи шурик не хочу мне делать мне хотя бы хотя бы пободрее быть а там поглядим ничем и конечно с тобой хорошего не наглядим да это я уже понял что ничего хорошего не наглядим это я уже понял так ой одежду ты ты же это шурик не на пол бросила в рюкзаке оставил да это было здорово я понимаю что делать то будем я вообще хрен знает что делать я в афиге если честно я если честно в афиге я до этой чертовой зорьки не хижины хрен когда дойду просто хрен когда дойду но предлагаю лося оставить в покое да уж какое тут беспокойство какой тут черту успокоение потому что мне хватит я уже натерпелся главное с него я шкуру забрал теперь бы ноги свои унести так ну где это воспоминание этого инспектора о что-то вроде какая-то видимость только явились да чё ты тут ноешь мороз мороз но мороз ну да сейчас риск обморожение начнет появляться у тебя потому что одежда всем чертям обмороженная примерно понимать где я нахожусь а насколько я далеко от своего понимаешь ли ангара на что тут какая тимофеев пошла я читаю не помню ни хрена это тимофеев погод тут конечно будь здорово да что есть то есть так это инспектор что ли его воспоминания да вроде как его воспоминания вот он инспектор риск обморожения появился видали да все нормуль первый риск обморожения ну потому что одежда когда одежда замерзает на сто процентов появляется риски обморожений ты типа становишься не одеты офисе я не главное не было все метели да метели это что башни нет не башни еще она тут где-то уже рядом она тут где-то уже рядом наша башня да по-моему вот тут он еще будет наша башня и опасно и трудно вот те башни да 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 я помню я тут прошлый до прошлый раз и то же самое точно так же двигаться и башни управления где-то должно быть спереди сейчас вон она вижу я его на ее контур и но у вас не видно на ютубе всегда youtube притемняет видосы это их надо искусственно свис отсветлять тогда там где ярко будет совсем ярко он темноту притемняет он яркость особо не гасит я все белое поэтому я башню увидел раньше чем вы ее увидели наверное может и нет так ну что ж добро пожаловать все тоже самое дубль 2 как говорится фугас не в глаз так но одежду обмороженную надо бросить дает все надо бросить уилл в труселях военно-морских остается ой какой собрать брось слушая здесь не замерзну ну вот он у меня вот такой одежде останется почти что без трусов на шляпе минус 5 блин минус 5 это нам холодно то мне не поможет ни хрена мой этот а если всю одежду одену будет хоть чуть-чуть теплей не знаю да будет конечно о так получше плюс 2 так давай мы сейчас с тобой вот подождем чуть-чуть мы даже спать не будем и подождем чтобы хоть чуть-чуть там переохлаждение обморожение прошли так одежда хоть чуть-чуть хоть чуть-чуть одежда двигается в направлении высыхания двигается видишь уже плюс 4 так плюс 4 говоришь да типа можно его положить чтобы он подольше поспал не хотя ладно пускай спит разберемся что там с одеждой она сейчас подсохнет некоторые там метель такая что не загуляешь так риск обморожение не проходит понимаешь а почему а почему потому что вот еще у нас кое-что хреновенькое а чё здесь температура такая низкая не пойму чё риск обморожение не проходит и риск обморожение проходи да так что там с риском обморожение он по-моему потихоньку очень двигается так опять мне еда вся нахрен кончилась а когда это кончится это не кончится никогда я вас понял ты глянь они еще не высохли до конца так мы сейчас будем чиниться в общем ничего не знаю никуда не пойду все мне мне заколебался мой радуилыч вообще ну шо и такое ну шо и такое шагу ступить не дают все морозит и морозит только выйдет на тебе только выйдет на тебе так может пошли туда может там теплее будет тут что-то мне не нравится здешнее место может в ангаре теплее там побыстрее пройдет риск обморожения пошли в ангар опять сырой жрать будем да пофигу ваше пофигу сырой так сырой тут минус 2 а в ангаре сколько будет это плюс 15 где-то плюс 15 должно быть думаешь что хрен его знает сейчас давай посмотрим сколько в ангаре у нас будет нет плюс 10 всего лишь плюс 10 ладно хорошо плюс 10 тоже пойдет так это я починил отлично ну что попробуем починить шляпу там конечно всего лишь шанс 70 процентов может закончиться не успехом так головной убор мы сделали себе теперь давай вот эти замороженные но они еще замороженные до сих пор на 12 процентов хренеть вообще хренеть вообще замороженным а ткани нету фу нормуль у меня ткань закончилась вот это я понимаю наверное поэтому риск обморожения не проходит шурик что еще в замороженном ходишь ладно сейчас разберемся сейчас разберемся гражданин а сталкер то у нас встревает да не все так у него хорошо как хотелось бы мыкается он так риск вообще не двигается никуда потому что температура воздуха минус 8 типа холодно тут и поэтому воздух поэтому риск в кровати по кровати проходил риск точно я помню когда он там наверху спал разве нет разве нет ладно пошли мясо 5 сырой брать чё у нас тут еще есть попахивающая куропатка сырая ладно куропатку сивали куропатка пушай валяется так пошли кровать искать где здесь кровати она схватила его за руку и неоднократно спросила где он здесь видел кровать кровать и здесь какая температура тоже минус 8 все то же самое хорошо пускай то же самое так ночью жрем а жрем все равно отравиться да что-то прям как-то тишковато раду и лучше то раду и лучше то живется это риск обморожение не проходящий 39 процентов пищевое понимаешь ли отравление 10 часов спать ну чё же риск обморожение не пройдет за это время это очень странно только пищевое отравление прошло а риск обморожение вообще не двигается никуда зашибись рубаха в клетку то есть нужен нужен костер да ну потому что тут минус 8 понимаешь я понимаю минус 8 да понял я что минус 8 да понятно что не удалось высушенной кожи теперь нету понятно так новая шапка не дали мне починить самоплясы 70 процентов понимаешь ли низкий низкий шанс на успех ой шурик надо было ой а можно я это а можно я жульничаю чуть-чуть а разрешите жульничать товарищ старик директор дайте я сначала вот это починю а потом самоплясы но вам не жалко вам чужого вам чужого что-либо меня там прокачалась потому что у меня шанс будет шанс на успех будет может побольше и мы тогда самопляс починим может быть вот видишь не удалось на шапку теперь выпало просто тут уже близко до втая до следующего уровня а починка умелый но и чё теперь самоплясы какой шанс 85 15 процентов добавилось ну узнать если не получится не получится значит не судьба значит не судьба но получилось да и стопроцентно не стали новенькое новенькое ты смотри стали новенькой ты мой возьми меня с собой 85 процентов риск бессонницы это опять значит там погоды значит опять идти никуда не могу понятно так понятно на риск бессонницы на а я вообще дойду когда-нибудь до зорькиной хижины на не до зорькиной наверно никогда не даешь тепловой бонус плюс 20 плюс 20 смысл такой большой тепловой бонус а риск обморожения не проходит знаешь нужно костер разводить чтобы он прошел но нам это не катит нам энта не катит а эту лестницу нельзя зарубить не эта лестница не зарубается понятно понятно классе еще пойдем так а там уже наверно хана там поди-поди-поди хана уже хочу фут-фут нормально все еще поесть что-то ноешь иди вон на улицу выгляни глянь что там происходит можно да нужно не глянь что там происходит ну что происходит туман электрически происходит что происходит ничего особенного минус 16 в машине по ощущению еще холоднее прежде в машине еще холоднее то есть риск обморожения тут тем более не пройдет чё он сказал чё он сказал а бессонница началась забей-то забей по ощущению плюс 5 вот и спи пока плюс 5 пока спится в плюс 5 так у меня короче здесь уже еда нахрен вся кончилась да иди ты со своей хангрией ты видишь и так и жизни никакой нету ты все ноешь хангри хангри какая нахрен хангри так еще час давай посмотрим как-то новым вещь вроде теплеет какой риском морожения стойки туман исчезает исчезающий туман а это я исчезающий шурик опять бегу к лосю чтобы огрести по полной от лося нет я уже хочу дойти до зорьки на хижину а там волки вышли уже на работу вон новые появились уже новые волки появились а у меня понимаешь ли сколько патронов в револьвере 2 у меня правда в сигналке есть патроны у меня вернулись патроны из лося чудесным волшебным образом можно волков пострелять из сигналки сигналки гришь пострелять да можно пострелять так ладно там уже лук пора делать наверное я думаю да кстати что-то я совсем про это забыл заколготился без это без самоотдачи заколготился заколготился ну что будем у оленя волосе разжигать кофе конечно будем есть из конечно будем там тарата там будем будем если он исчез а он сказать уже неблагоприятные условия ахова то не условия не было ага приятный ем я думаю так ну тогда предлагаю лосю спеть песню какую мандарины мандарины ведь ты не забыла купить мандарины ладно нам споем на своем те друзья лосю песню мы дун дун дурун 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 ты а его наверно уже след простыл да нет он лежит вон еще все на свете бы сейчас съел насчет все на свете не знаю могу предложить лося а не желаете ли съесть лося а где же у нас зорькины хижина хижина ёжик ты меня видишь из хижины слышишь из хижины так лось ну что ж третий раз я пришел к тебе кажется уже те еще мытарство я с тобой испытываю у кокош тебя был не так-то по росту а теперь еще и приготовить ни хрена толком не получается так лось не вроде как благоприятно ну что ж я специально себе взял топлива до 80 процентов хорошенькие дела 80 процентов а с такими спичками 75 жадность фраера жадность фраера губище так лось срочным срочном порядке сколько там у нас сейчас 20 сейчас 20 у нас времени из тебя надо забрать так ну топором вот так а то потом все а то потом все лось все потом потом хана калорий 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 быстрее быстрее журик 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 Журик, Журик. Успел? Успел. Успел. А мясо-то 1%. Все, неблагоприятные условия. Все, условия неблагоприятные. Твоя дивизия. Неблагоприятные условия. Я даже, кстати, не поглядел, какого качества мясо было. Стопроцентное, кстати, оно. Все, слася, нихрена не снимешь. Неблагоприятные условия для сбора. горчички да понятно что горчички да понятно что уху 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 ребят вы давайте хотя бы меня от обморожение вылечите хотя бы тушь а чё так медленно проходит этот риск обморожения но откуда я знаю ну ладно и допустим не знаешь да а кто допустим знает я допустим не знаю кто допустим знает под медленно снижается этот риск обморожения слушай тут такое ощущение что на сталкере еда дольше готовится или мне это чудица или мне это чудик учу лица я не знаю чё тебе чудик учу лица давай кашу овсяной сделаем если кашу бросить она будет на подогреве стоять не знаю шурик мне кажется она погаснет да хреновое дело хорошенькой дельце если она погаснет слушай вроде сначала показываю цифру другую или мне это померещилось нет кашу еще горячая каш горячая так кашу уже холодная твою дивизию кашу уже холодная стала мне горячая нужна каша и не нужна холодная все я наелся я пошел отсюда я больше здесь сидеть не могу не могу я здесь больше сидеть лось прощай опять все намокло но естественно риск обморожение 2 процента блин давай хотя бы риск обморожение у меня пройдет а он сейчас вернется шурик да я понимаю тут опять я короче попадаю в неприятную ситуацию теперь хоть бы до утра до сидеть а ты что ж такое этот проклятая лось по рукам и ногам меня связал по рукам и ногам связали проклятые понятно и факел погас и снег нам в подмогу если были они там уже наследили температура минус 11 здравствуйте риск обморожение здравствуйте здравствуйте сейчас он потихоньку будет приближаться опять опять будет потихоньку приближаться правильно правильно о мне здесь тепло пока ну вот давай пока нам здесь тепло с тобой мы будем потихонечку дрыхнуть одежда будет потихонечку мокнуть правильно конечно правильно риск обморожение 2 процента так 2 процента каш холодный каш холодная ну ты давай доедим вот это вилл мы с тобой тут встреваем все понимаешь из-за какого-то паршивого лося опять все намокнет да намокнет 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 я вам истину истину говорю намокнет спальный мешок минус 2 ну и а два часа посплю пусть погода будет ясно ясно я хоть обморозившись до зазорки на хижина добегу дайте мне погоду я как же вы не видите это же ясно 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 пойдем но в принципе принципе давай часть поспим в принципе ясно я даже почти их сытый небольшой риск обморожение присутствует уж куда уж без него так зорькина хижина хижина зорькина придется мне сегодня вам долгую серию записать до ремонт мебели сегодня но не то что по боку а частично пострадает как же нам быть то ладно разберемся а вон и хижина да да это хижина так ты смотри здесь еще где-то мишаня гоняет да гоняет 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 так а потом там пещеру на той стороне от зорькины хижины есть но это я потом схожу ну а потом туда-сюда мне валить от седова надо ну хотя лук лук спортивный тут надо найти да говорят это приятец прячется тысяч не во всех пещерах был да не конечно далеко не во всех я был пещерах похоже я протянул еще сутки есть такое есть такое чувство температура минус 19 интересно обзоркины хижины там температура плюсовая будет все-таки не ангар а дом должно быть потеплее 1 посмотрим потащу миша где-то шляется мой вот только не до него сейчас не лося мне лося вообще загланды хватило все патроны на него потратил хотя правда три отсекдалки вернули одежда так ну вроде дальше не намокает а коль не намокает и не обмораживается а коль не обмораживается то и риск обморожения тоже меня пока увеличиваться расти не будет я наверное здесь хрен поднимусь да они от поднялся ща поглядим что ж там такого интересного в зорькин этой хижине меня ждет вот она дорога до зорькиной хижины вон там у нас зорькиной хижины за трос если принести потом можно привязать а спасибо не надо на сталкере мне тросов я на незваном так с кошками сюда хрен залезаю не 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 надо чтобы соблазна не было не 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 давай пешком нэнэ 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 ай нэнэ 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 я тебя понял а вот и волк а вот и волк на нашего краснофлотца хочет напасть но получает взад попаданием попадание в зад. В результате чего он, конечно же, и сдохнет. После попадания в зад. Так, риск переохлаждения. И вот я на третьей серии к концу уже час тридцать примерно времени прошло. Я подгребаю к Зорькиной хижине. Так еще не подгреб. Даже еще не подгреб. То есть еще идти, идти. Он радуил и начинает кряхтеть. Что никогда он так не мерз. Понимаешь ли? На Тихоокеанском флоте. Ну ладно, если ты на Северном служил, тогда было бы несправедливое заявление, когда ты не мерз. На Северном там можно так замерзнуть. Да там и на Тихоокеанском можно тоже замерзнуть. В принципе. Но на Северном там как-то там полагается замерзать. Просто полагается. Так. Вот она, она, хижина Зорькина. Ха-ха. Ну Зорьки дома нет, конечно. Там только хижина. Без Зорькина. Без Зорькиной хижина. Будем ее называть так. Без Зорькиной хижина. Че так идем медленно? Ветер в рожу. Ветер в рожу дул. Ветер в рожу дул. Когда ветер в рожу дует, что надо делать правильно? Напевать песню. Мандарины. Ты же помнишь, как все это было? Мандарины. И ведь ты не забыла, ведь ты не забыла купить мандарины. Ну, Зорькина хижина, конечно, выглядит красиво. На фоне роза, розоватого, розоватого неба. Она, конечно, выглядит красивейшно. На фоне розоватого неба. Давайте мы такой для миссис Хаддесон. Чик. Ее зафотографируем. Чик. Ладно, пошли. Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. Так, вокруг надо посмотреть. Очень внимательно. Тут может что-нибудь валяться. Зорькина хижина. Так, тут у нас вроде пока ничего не вижу. Под Зорькиной хижиной нет ничего? Ну, тут вроде как нет ничего. Там вроде не залезешь. Ага, зарисоваться можно, но спасибо, пока не надо. Фу, газ мне в глаз. Мука. А-а-а. Сковородка есть? Сковородка есть. Так, сковородка, мука, все дела. Самоплясы облегченные. Приличная тужурка, поношенная городская парка. Это хорошо. Так. О-о-о-о! Унты и биться сердце перестало. Вот это подгон. Вот это здорово. Температура здесь по ощущению минус 4. Тоже. А, да погоди, в сундуке уже был. Так, унты мне дали. Ни хрена себе сказал я себе. Так, сковородка. Угу. Кручок. Мука старая. Мельница крутится, вертится. Так, котелок. Ну, возьмем пока. Так. Ну, давай порвем. Унты, это хорошо. Риск перехлаждения вылечен. Так. Ну, вонты можно тогда... Ну, вонты вообще лучшие обуви. У них всего лишь минус 3 к бегу. При этом они там дают сколько? 2,5 градуса. И у них 40% влагостойкость. Ладно. Нарядимся. Вонты так уж и быть. Так. Городская парка. Она у нас... Смотри. У нас шинель весит 2 килограмма. Дает 3 градуса. Городская парка весит килограмм. Давать, наверное, тоже будет 3 градуса. У нее минус к бегу 2. А у шинели 5. Ну, то есть парка... Вообще, по-любому... Опа. Он ее, так понимаю, в джинсы заправляет, да? Уилл. Точнее, Рэду Уилл. Ты в джинсы заправляешь, да? Ну, я понимаю. Да. В джинсы заправлять, это здорово. Так. Ну что? Дошки. Доски отошедшие. Так. Револьвер. Патроны. Записька. Так. Револьвер. Патроны. Записька. У меня револьвер какой? Так. Действия. Разрядить. Вот. И этот револьвер мы бросим. Беспардонно, бросим его. Вот. А вот этот револьвер я буду пока юзать. Носить. Употреблять. Ну, теперь здесь можно слегонца подчиниться. Так, значит, мясо, оно пока стопроцентное. Вот давай его пока на улицу и бросим. Беспардонно, бросим его на улицу. Ну, по мясу у меня полный порядок. Даже могу каких-то пирогов. Пирогов угарных наделать. Эх, а я только их сделал. И опять их уже рвать. Ну, а эти тоже. Ну, понятное дело, что я их не буду носить. У меня жунты есть уже. Дурачок, что ли. Вот это лучшее сочетание. Так, что, шинель будем рвать? Да, думаю, да. Мы бы ушла-то только не рвём. А шинели хоть и новые. Ну, хотя, ладно, бросим пока. Бросим пока. Так, что ещё имеется? Носки. Так, свитер можно тонкий шерстяной порвать. Я его носить не буду. Тонкий шерстяной свитер. У меня вместо него рубаха выступает. Я, правда, не посмотрел, что там по минусам к бегу. А у рубахи есть минус к бегу? Не, нету. Ну, тогда всё. Тогда не важно. Нам главное, чтобы минуса не было. Не, удочкой не надо. А, а что, у меня наборы для шитья кончились? А, у меня наборы для шитья кончились. А я не обратил на это внимания. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Слушай, а что ты не хочешь мне риск обморожения всё-таки сдвинуть хоть чуть-чуть? Не хочет. Не хочет. Понятно. Так, ясно. Это у меня наборы для шитья всё. Финита ля комедия. Ну, давай кашу, что ли, то, что на улице выкинем. Я не знаю, можно ли отравиться овсянкой. Ну, отравиться мне ей что-то вообще ни хрена. Ни хрена не радуется ей отравиться. Да. Так, понятно. Это у меня, значит, сейчас будут... Хотя шанс на успех такой же, да? Несмотря на удочку. А, ну там время только дольше. Шанс не меняется. Меняется время. Лисонница прошла. Самопляс и починил. Очень хорошо. Тепловой бонус плюс 20. Не понял. А почему ничего не поменялось? А, ну потому что... Потому что они 2,5 дают. А тебе сколько? 2 градуса давали? Что-то я вроде как... Вроде как того и этого. А бонус не поменялся. Так сказать, а в чем моя выгода? А если спросят, зачем нам? Зачем мы вам? А потому что мало нас. Только один ствол имеется. Зачем я все это чинил? 20 градусов. Понятно. Ну, минуса к бегу зато мало. Ну да, минуса к бегу совсем мало. Совсем мало. Так, вода кончилась. Ну тут вода, по-моему, должна быть. Она здесь в баке. Ой, соль не заметил. Богатый будешь. Соль богатый будешь. Я тебя не заметил. Так, еще что-нибудь есть, что я не заметил? Да вроде все. Вроде бы все. Значит, надо спать. Тогда спать. И, значит, мечтать о том, чтобы у меня все-таки обморожение-то, риск-то прошел-то. Но он-то хрен-то пройдет-то. Хрен он! О, прошел, смотри, прошел. Он таки прошел. Вылечен. Вылечен риск обморожения. Там, может, одежда была мокрая? Нет, тепловой бонус... Тепловой бонус все равно остался. Ни хрена она была не мокрая. Одежда была нормальная. Не мокрый бил одежды. Так, ладно, продолжение в следующей серии. К островному коттеджу. А, нет, не к островному коттеджу. Надо будет в пещеру сходить. А как она называется? Там что-то какая-то пещера талой воды. Это здесь или где? Какая-то там есть пещера какой-то... Талой воды какой-то. Вот в эту пещеру талой воды-то мы и сходим. Но это уже будет в следующей серии, друзья мои. На сегодня достаточно. Провидение припоручаю вас, дети мои. И заклинаю. Остерегайтесь выходить на болот в ночное время. Когда силой зла властвует... Безразия дельно.